Удар авиации США в районе города Фалуджа привел к гибели иракских военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны Ирака. Пентагон проводит расследование, однако уже допустил возможность подобного инцидента. На видеозаписи полученной РТ из местного источника предположительно запечатлен момент атаки. Как сообщается, в это время иракские войска проводили операцию против боевиков Исламского государства. Мы побеседовали с депутатом парламента Ирака. По словам солдат, они видели, как американские бомбардировщики наносили удары. Около 20 военнослужащих погибли, около 30 получили серьезные ранения. Уничтожена часть строений на территории, где размещалась 55-я бригада. Вряд ли США будут заинтересованы в раскрытии истинных причин своей ошибки. Пилота, который нанес удар, необходимо привлечь к ответственности. Самолеты США в этом регионе наносят удары по позициям исламистов. Согласно заявлениям командного центра иракской армии в Багдаде, причиной трагедии могли стать плохие погодные условия. Мы запросили поддержку авиации международной коалиции. Авиаудар был нанесен без учета последней информации о продвижении иракских войск. При этом у сил коалиции не было возможности определить обстановку на земле ввиду плохих погодных условий. Погиб один из командиров иракской армии. Еще 9 военнослужащих получили ранения. Независимый журналист Риз Эрлих считает, что подобные инциденты – нередкость. Известны случаи гибели мирных граждан в похожих обстоятельствах. Например, в Афганистане был нанесен авиаудар по больнице организации «Врачи без границ». Подобные атаки наблюдались в Ираке и Сирии. США всегда списывали это на человеческий фактор или неясность обстановки. Однако, судя по военным действиям в Ираке и Афганистане, причина таких инцидентов кроется совсем не в ошибках отдельных лиц. В этот раз предположительный удар по иракским военным действительно мог быть ошибкой. Однако, они происходят довольно часто, и американская сторона признает их далеко не всегда.